К другим новостям. Пятимесячной Кате Самодуровой из Керсанова нужна помощь. У ребенка врожденная деформация черепа, которая может привести к серьезным нарушениям в развитии. Помочь в наших силах. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. На что нужны деньги, расскажет Елена Синельникова. Вот видите, какие ямки? Видите, какая сильная ямка? Вот вдавленная вот эта. Вес 3260, рост 52 сантиметра. На этих кадрах маленькой Кате всего несколько дней. Видео снято еще в роддоме. То, что голова неправильной формы, заметили сразу. Однако особого значения этому не придали. На четвертый день, как положено, маму с дочкой выписали домой. На скрининге в 32 недели нам сказали, что форма головы лимон. Но я спросила, что это значит. Мне сказали, что просто такая форма. Когда у меня ребенок родился, я заметила, очень сильно у нее здесь впадины были. И вот голова идет, ну как, как восьмерочка. Асимметрия свода черепа и длинноголовость. Диагноз поставили врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Если срочно не начать лечение, деформация костей не даст мозгу нормально развиваться. В результате могут возникнуть проблемы с речью, прикусом, зрением. К счастью, операция, по словам медиков, Кате не нужна. Помочь может специальный шлем. В последнее время появился новый метод очень интересный. Это вот эти ортезы, краниальные шлемы. То есть индивидуальный шлем делает ребенку по его размерам, но правильной формы. И дальше одевает этот шлем, и череп растет как бы уже по заданной форме. Очень эффективный метод, очень перспективный, очень дающий хорошие результаты. Стоимость шлема 180 тысяч рублей. Большую часть средств уже собрали посетители сайта русфонд.ру. Осталось совсем немного, 21 тысяча рублей. Помочь Кате просто. Достаточно на короткий номер 5542 отправить смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на базе Android могут сделать перевод через мобильное приложение. Информация о других способах помощи есть на сайте Русфонда. Елена Синельникова, Виктор Марченко, Владимир Моисеев. Вести. Тамбов.